Есть! Кто? На подсадку! Ребята! На моего ральчика, Серёга! Молодец! Да ладно, смотри! Пум! Прям чётко! Тише, только не подходи, пожалуйста! Прям чётко, видите, не на балансе. Интересно, заснеосили нет, но камера пониже, Серёжа. Первый окон даже. Фух, нашли, смотри, как он далеко. Вам когда-нибудь хотелось заглянуть под лёд, в лунку? Узнать, что же там происходит в тот момент, когда вы играете своей блесной или мормышкой. Наверняка вы даже делали это. Помните, как завораживало происходящее там? Очень хорошо. Так вот, нас эти пейзажи приворожили настолько сильно, что мы разработали специальное оборудование и теперь опускаем камеру в каждую просверленную лунку, благодаря чему вам предоставляется возможность вместе с нами заглянуть в удивительный подлёдный мир. Который, как другая планета. Планета, где хозяйничают щуки и судаки, разбойничают окуни и пасутся стада лещей. Благодаря наглядным примерам мы сможем лучше понимать поведение рыбы под водой и, как следствие, увеличить свои уловы. Так что же мы ждём? Идёмте! Мы приглашаем вас в этот удивительный подлёдный мир с Владимиром Солоповым и Сергеем Сорокиным! Привет, рыболовы! Привет всем! Сегодня мы приехали на речку Шоша. А приехали мы сюда для того, чтобы заснять поведение и реакцию окуня на балансиры с подвеской. А подвеской у нас будет силиконовая приманка. Мы сегодня будем пробовать ловить окуни. Я ещё не раз так не ловил. Я тоже не разу не ловил. Но в интернете много информации. Люди просят подснять, как окунь реагирует на силикон под водой. Ну что, попробуем? Попробуем. Выходим в Шошу и идём к слиянию её с волкой. На самом деле, эта серия будет не только про окуня и его ловлю на силиконовую подвеску. Забегая немного вперёд, следует сказать, что эксперимент с силиконом и с окунем у нас получился очень спорным и незавершённым. Но благодаря нашему упорству и целеустремлённости Серёжи нам всё-таки удалось сделать несколько подводных кадров. Хотя, скорее, эта серия будет про тактику поиска и активное движение. А это что, какое-то минное поле, что ли? Да вообще-то ставили всё пространство жерлицами, жерличники. Смотри, сколько. Видишь, щука есть, значит, Серёг. То есть у нас, если вода нам сегодня позволит, то мы сможем, получится, снимать ещё... Глядишь, какая-нибудь щука. Да, шанс есть у нас. Кто её знает? Вообще, ну ладно, давай не будем мешать жерличникам. А как ты считаешь, что тут правильно, сколько много жерлиц? Я считаю, да. Я считаю, нормально абсолютно. Ну, то есть, в какой-то степени, видишь, народу не так уж и много, но мне они не мешают, я бы здесь и не ловил. Не балансирил бы. Вот я хочу, знаешь где? Вот тут вот попробую, сейчас просто на балансир половить. В этой серии мы решили показать вам реакцию на силикон других видов рыб, таких, как налинь и форель. Но вначале возвращаемся на реку Шоша. Там мы ищем окуня. Начинаем искать окуня интуитивно. Сверлим. Вот где нам нравится прибрежная зона, сейчас прошли около километра. Вот нравится нам дерево поваленное, ветки. Вот мысочек такой, вот лагунка, там какие-то коряжки торчат вот здесь. И начинаем пробовать спокойно. Река Шоша встретила нас прекрасными видами на льду, но довольно мутной водой. Сергей, какая глубина? Ну слушай, смотри. Смотри. Глубина под два метра. Неожиданно. Балансир большой достаточно у меня. Я все-таки... Надоели нам мелкие рыбешки. Все-таки вот расчет на более крупный какой-то трофей. Трофейный окунь, может, чучка. Кто клюнет? Видите, нет поклевок. Все, дальше. Но мы не отчаивались, надеясь на то, что по уходу приближения к Волге прозрачность воды изменится. Потому что не знаю, куда пойти. Куда податься. Слушай, а может к острову? Смотри, серый. Серый. Смотри, как. И там вот какие-то травки. Мы перейдем остров к острову? Перейдем, конечно. А что, пойдем? По руслу. По руслу. Не знаю, какой там... Нет, не к этому. Вот к этому острову. А, до берега? Да, пойдем туда. Пойдем. Пойдем. У меня надежда была на Шошу, что она прям кристально прозрачна. Хотя многие считают, что зимой вода везде чистая. Да. Вот сколько мы с тобой переездили уже. Вот мы уже, да, уже у нас третий выезд. И очень-очень редко, когда вода прозрачна. И вода-то совсем не прозрачная на новых водоемах. То есть на старых, которые мы знали, там прозрачная, а здесь нет. По идее, если окунь отличную клюет в летний период на силикон, то почему бы ему не клевать в зимний, подо льдом? Единственный момент в том, что летом мы постепенно потаскиваем приманку к себе. И она находится в постоянном движении. Зимой же, чтобы создать у силикона подобный эффект, мы решили использовать его с балансиром, как подвеску. В этом случае балансир будет служить нам разгоняющим из стороны в сторону элементов. А силикон – некой подвеской, которая худо-бедно плавает то влево, то вправо. Смотрите, как снасть устроена. Ах ты, господи. Вот она. Балансир и подвеска. А подвеска из силикона. В данном случае рачек. Маленький-маленький такой. Вот он, сантиметровый. Сантиметровое тело и сантиметровый клешни. И балансир 4,5 см. Ну, такой, чтобы совсем мелкоту не дергать. Во, а здесь, видите, в сравнении с той лункой уже выход мельче. По шорше мы прошли до самого выхода к Волге-матушке, просверлив более 30 лунок. Но всего одна поклевка у Вовы была. И то какая-то невнятная. Сразу же, вот, на седьмом взмахе поклевка была окуневая. А ты вытащил или просто поклевки были? Поклевки, просто удары. Сейчас рассвернемся с Серегой, вот по этому уровню и пойдем. Хоть поклевки увидел, я сегодня еще ничего не видел. Как такое объяснить? Ведь в шорше достаточно много окуня, причем абсолютно разного размера. Скорее всего, окунь здесь находится в нескольких крупных стаях. И пока мы на эту стаю просто не попали. Ищем дальше. Вообще смысла нет. Если активную рыбу искать, конечно, это в лунке там 10-15 взмахов дальше, 10-15 взмахов дальше. Все время движения. Если есть активный окунь или другой активный хищник, он проявляет себя сразу же. Первые подбросы, первые там 3-4 подброса, уже понятно. То есть он сразу же молниеносно подходит и плюет. Дойдя до впадения шорши в Волгу, там мы встретили одного рыболова, который ловил живца для своих жерлиц на мормышку. И живец у него тоже практически не клевал. Есть поклевочки? А? Нету. Горели? Жерлички хоть горели? Еще рядки, да? Да. Слушайте, окунька тут ловят, мы вот 10 лет уже не были. Окунька вот в году это шутка. А? В этом году я не знаю, да. В том году и в 8-м. Ну да. Это точно. Эх, ну. Монсир я вообще не видел. Ребята вот не видел, где ехали на плечах. Десятка на плечах. Ага. Вот и удовольствие. На Волжском льду у нас с Вовой включилась настолько сильная целеустремленность, и желание понять, схватит окунь наш силикон или нет, что мы сверлили лунки безостановочно, одна за другой. Активный поиск в большинстве случаев – это залог успеха на окуневой рыбалке. Мы что, уходим сразу? Куда уходим-то? Или где-нибудь все лезет? Ну, нет, ну, я бы по берегу, ну, хоть чуть-чуть. А куда мы еще пойдем все лезть? Ну, с той стороны острова попробуем. Давай. В лагунке можно вот тут прям по центру попробовать отойти. То есть… Ну, давай. Давай вот так от камыша вот от этого попробуем. Вот, смотри. А тут вот и щучка может в затяжке. Под водой рельеф практически не меняется. На дне песок глубина от 1 до 1,2 метров. Вот в такие участки реки по первому льду зачастую выходят стаи, причем достаточно крупных окуней. Но в тот день приличные окуни вели себя в точности бы наоборот. Их просто не было. Непонятно, с водой у нас. Мутная, не мутная. В лунку заглядываем, вода темная очень. Поэтому сейчас решаем все-таки эксперимент наш закончить. Пускай и без подводной съемки. Но сейчас пробежимся по… Я два десятка лунок сверлю. Сейчас вот по этим двум десяткам просто пробежимся, посмотрим, как силиконовая подсадка, как рыба будет без камеры реагировать вот такое на активное движение уже. Прям на рыбалку. После порядка 45-50 просверленных лунок нам все же удается найти участок, где на наши оснастки выходит несколько полосатых окуней. Во! Два удара было. Ух ты! Сильных. Сильных? Да. Может чучка? Мощных. Опять. Еще удар. Еще! Я могу опустить даже, не дает. Стая целая. Опять. Дай я попробую другой. Ради интереса, Серег. Прям вот даже не успеваю опускать. Моментально поклевка и... Тише, 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 тише. И что интересно, при такой сверхслабой активности окуня и практически полного его отсутствия, вовер все-таки удается разловить рачика. Причем посмотрите, он очень долго наблюдал и выбирал, что атаковать. балансир или силиконового рачика и выбрал все-таки рачика. Есть! Кто? На подсадку! Ребята! На моего рачика, Серега! Да ладно! Смотри! Пум! Прям четко! Чешеток! Прям четко! Видите? Ну, на балансир. Интересно, заснялось или нет, но камера пониже. Сережа! Первый. Фуф, нашли! Смотри, как он далеко! Да, смотрите! Кто? Смотри, ребята, на силикон, на подсадку. Прям с первого заброса. Положительное поведение и реакцию на силиконовые приманки мы наблюдаем не только в случае с ловлей неактивного окуня, а еще и у других видов рыб. Возможно, кто-то помнит серию про Налима. И тогда на второй и третий день он явно предпочитал силикон. Причем во второй день не до конца было понятно, насколько же все-таки действительно эффективны силиконовые приманки. А вот в третий день они показали себя во всей красе. Налим выбирал исключительно силикон, игнорировав тюльку. Причем клевал жадно и исправно. При ловле Налима мы тогда использовали такой полуджик-головку, полубалансир или очень крупную тяжелую мормышку, на которую была насажена силиконовая приманка. Я думаю, что при ловле окуня такая оснастка бы не подошла. А спусковым механизмом при ловле Налима оказалась вибрация, флюоресетные цвета и сильный запах, который исходил от съедобного силикона. Один рачек на джиг-головке, а другой вот на таком на отводном поводочке. Один ядовитый, другой не ядовитый. Вот таким образом я еще вообще ни разу в жизни не ловил. То есть вот такой вот с Настей. Вот сейчас интересно попробовать. Мне кажется, на течении где-нибудь два астраха или места, где, конечно, стаи окуней хорошие, ловить можно очень успешно. Вот именно таким образом, таким способом. Там даже, может быть, одного на джиг-головку вешать. На какую-нибудь скачущую. Сейчас проверим. Все. Наряду с Налимом, зимой подо льдом, на силикон отлично ловится форель. Причем, экспериментируя с ловенными приманками, мы открыли для себя много удивительных моментов. Во-первых, в части своих моделей, которые имитировали подводных обитателей, помимо запаха, мне удалось воссоздать что-то наподобие съедобности, которая была основана на разных вышинках и аминокислотах. Оказывается, для форели важно сразу несколько факторов в силиконе. Во-первых, это внешний вид и цвет. Во-вторых, это мягкость и вкус. Обратите внимание, как форель атакует личинку божьей коровки, которая, помимо нужной мягкости, имеет еще и вкус насекомых. Какой силикон является хорошей альтернативой пасте? Я думаю, в ближайшее время он составит ей серьезную конкуренцию. Если приманка действительно съедобная, если она контрастирует с общим окружением цветностью воды и дна, то в стоячем режиме форель ест силикон ну-ра! Правда, мы экспериментировали только с ловенными разработками. хотя забавно еще и то, что некоторые форели отказывались от играющих силиконовых приманок в самый последний момент. Так происходило из-за отсутствия пауз в игре, поэтому мы вам советуем совмещать активную игру с не менее продолжительными паузами. Активная игра будет привлекать форель с достаточно большого расстояния, а продолжительная пауза позволит ей беспрепятственно съесть приманку. еще десяток лунок. Вроде теопазон нашли вот в двух лунках. Я поймал, у Шереги поклевка за поклевкой. Видите, сейчас удастся кого-то, видите, там вместо вот стилу, на которой мы могли просверлить, приходится сверлить по 10, чтобы во второе опустить камеру. Возвращаясь к силиконовой окуня, налет волги, хотим сказать следующее. Конечно же, по нескольким пойманным рыбам вывод мы сделать не можем, но в копилку статистики задел уже произведен. На протяжении целого дня мы беспрерывно двигались по льду, сверлял лунку за лункой, надеясь на успех. Но в этот день у окуня на нас счет были абсолютно другие планы. Что, вот мы уровень нашли, там было пара поклевок, сейчас начинаем, рассверлили его и начинаем вот по этой глубине двигаться. и что-то, конечно же, мелко. Тоже какая, третья, Сереги, по счету четвертая, это на двоих. От участка даже больше, раз, два, три, четыре, пять, пятая лунка, поклевок, нету, ниточка. боится. Нам на мелководье нужно какую-то тактику другую выбирать. Несмотря на отсутствие клева, мы рекомендуем вам на рыбалке не сдаваться до упора и искать рыбу. Все же под конец дня мы увидели пару поклевок. Середина зимы, лед уже толстый, но мы не сдаемся, сверлим и ищем рыбу. Вот это вот не платники. Простор, красивый, никого нету. Рыб правда не клюет. А ты представляешь, вот как диаметр бура влияет. Я один с лунок просверлил, хоть у меня отдыхалка слабее, чем у тебя, но я-то могу еще. У тебя 150, а у меня 130. У меня 115. Ты уже это, под зданием у меня руки, руки будут. 34-35 это уже все. Эх, старость. Так, ладно, пойдем. Сейчас по 10 лунок просверлили, теперь очищаем их. Что на обычной рыбалке делать не полагается, на самом деле. Лучше не очищать лунку, но нам нужно, чтобы свет проникал, как можно света проникал, как можно больше под лед. Сегодня матушка Волга нас не порадовала своими трофеями. Даже мелкий окунь сегодня, клевал, довольно-таки слабо. Слушай, ну вот интересно, что у тебя, когда у тебя активные поклевки, были вот такие вот, поклевка за поклевку. Посмотрим, да, прям, бух-бух-бух. Даже не начинал играть, еще просто опускаю сразу, и ты только встал, пошел. Дай-ка я вообще вырубил. Вов, как думаешь, есть шансы какие-то у нас? Я думаю, что есть. Мы перестали опускать камеры, и с учетом того, что клевого практически нет, решили активно сейчас вот проверить два десятка лунок. буквально там по 15-20 взмахов вот у меня был тычок маленький. Непонятно, где вот окунь держится? Какой участок большой обошли? Что ему надо сегодня? Все, то же самое. У меня также на 10-10 сантиметров разница где-то скачет. Течения здесь нету. Вот такие вот подбросики. То есть я сначала делаю там 5-6 подбросов, прохожу разные слои. С учетом того, что глубина около метра. Тут не обязательно там из-подо льда начинать. Я считаю, что можно и со дна. Но здесь еще мельче. Вообще меньше метра. С метра 70-80. Ну где же наш активный окунь? Что же ты? Сейчас мы запланировали продолжить тему силиконовых приманок. И в следующем сезоне проверим их на щуках и доведем до конца наше исследование по окуням. И с судаковыми тоже. Мы все же нашли водоем, где есть очень большой шанс заснять эту рыбу подо льдом. 15 минут до темноты. 15 где-то у нас есть. Есть 10 лунок. И вот каждая лунка меньше минуты. Я пробую в лунке, где вот у Вова сейчас поклевка была на его лунку. Со своей приманкой пришел. Может быть на мою повеселее будет. Глубина метр. И можно вот так действительно опустить сверху. Можно сказать, мы привлекаем рыбу, как будто бы малек подходит ко дну. и сделать вот так вот 3-4 подбросика. Вот очень эффективный прием. Вот так сделать несколько взмахов и потрясти на месте балансир. Сделать паузу. В такие моменты тоже часто поклевки бывают. А иногда с балансиром срабатывает очень хорошо долгая пауза. То есть вот я сделал взмах и жду. Он уже вернулся на исходную точку. Стоит и иногда просто раскручивается. Иногда просто встает. Вот-вот ожидаю. Долго-долго можно ждать. И бывает так, что на 10-й, 7-й, там, 15-й секунде случается поклевка. Какие выводы на данный момент мы можем сделать из изучения темы ловли на силикон подо льдом? Во-первых, эти приманки имеют место на жизнь во всех ящиках рыболовов-зимников, охотящихся за хищником. В случае с форелью силикон, напоминающий внешне малька или насекомое, в контрастирующем с общим окружением цветом и натуральной съедобностью форель берет и добирает даже в состоянии покоя, когда приманкой никакой игры не происходит. Налим реагирует на вибрацию и цвет, что порой является реальной панацеей от бесклевия. А окунь, на данный момент единственный пойманный на силиконового рачка, говорит нам о том, что есть еще место экспериментом и пробованием, и положительная динамика присутствует. Мы будем продолжать экспериментировать и уже в следующем сезоне обязательно найдем идеальную формулу по использованию силиконных приманок подо льдом. Красота? Красота, вот. Какие просторы. Да, Волжско-Шошенский. Друзья, сегодня в подлёдный мир заглядывали с вами Владимир Солопов и Сергей Сорокин. Мы надеемся, те видео, которые мы сняли, будут полезны и помогут вам ловить еще больше рыбы. Конечно. Ну что, Серег, домой? Домой. Поехали. Друзья, это предпоследняя серия второго сезона подлёдного мира. Следующий выпуск будет завершающим сезон. В нем мы сделаем итоговые выводы и покажем вам, пару эксклюзивных кадров с наших подмосковных рек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok